всем доброго времени суток банда ну и как вы все поняли по обзору сегодня у меня будет на моем таком ковровом обзоре вот такой насос название насоса я сказать не могу покупал я его магазине водник хабаровске еще в прошлом году вот производитель пишет что китай да и фирма бренд произведения этого искусства это сан селекшн могу ошибаться в прочтении всех этих китайских ударений вот насос выглядит очень качественно добротно вот мне его посоветовали сотрудники купить магазина сразу же могу сказать что никаких как бы претензий вопросов нету ни к сотрудникам нет магазину обзор снимается с такой целью до чтобы покупатели следующие люди которые покупают насосы примерно понимали с чем они могут столкнуться и о чем идет речь последнее время как правило если можно так выразиться да с лодками в комплекте приходят насосы одноразового использования ножны да то есть очень низкого качества от этого приходится покупать насосы более лучшего качества отдельно да то есть производители всех лодок и как бы экономят на комплектующих именно на на именно на насосах на на ножны да вот и приходится выбирать самим кажется все это просто так легко но на самом деле не просто так легко выбрать хороший насос он у меня болтался два сезона можно сказать практически два года и тут на речке наступил такой момент что действительно пришло нужно было подкачать вот и нужно было даже не просто дно да там низкого давления нужно именно было просто подкачать баллон я качаю смотрю на руку и опыт у меня очень большой использование лодок пвх я обычно ложу руку на борт и сверху так давлю и примерно чтобы там сантиметра там хотя бы 3 проваливалась то есть я считаю это нормальной накачкой ну для меня и тут я сколько бы не качал встаю всем весом то есть да вот так отдавлю ногой со всей дури до вес у меня 100 килограмм с лишним я просто стою на насос он не продавливает баллон насоса отыгрывает очень сильно я понимаю что нифига себе насос чего-то как-то не прокачивает хотя по заявленным характеристикам на сайте до данного продавца он примерно должен быть в целых 35 сотых бар до скажем так для понимания для общего не вдаваясь подробность подробности один бар это примерно одна атмосфера и примерно один километр на сантиметр квадратный да то что мы привыкли по российским манометром мерять давление в наших шинах вот я думаю ничего себе ладно хорошо они продавливают я же его покупал смотрел тут же есть еще вот такое волшебное вот если так выразиться отверстие и здесь явно написано хай процесс процессор use вот ну то есть использование высокого давления почему я этот насос так взял на вскидку сразу же потому что имелся это отверстие а мне в своей жизни довелось эксплуатировать лодки сузумар где действительно было дно высокого давления это было очень очень давно в нулевых или могут середине нулевых и есть по моему до сих пор такие лодки вот там перекручиваешь сюда да то есть видно есть и то есть при давлении у тебя выходит намного меньший объем воздуха но при этом сила давления на выходе увеличивается так накачиваться дно высокого давления не нужно путать с дном низкого давления что мы имеем на сегодняшние дни большинстве лодок вот так же потом когда я начал разбираться меня смутили в эти надписи input output input это у нас вот да вот тут выход хотя на импоте мы имеем выход ну ладно что они имели ввиду может быть для самого шланга насос конечно казался очень качественным потому что имел вот такой вот очень хороший качественный шланг это признак качественных качественных насосов вот вот такие вот шланчики обычно час насосы там с такими шланчиками которые проминаются одноразовые все это прекрасно видели знает и я сразу же полез критим может сколько на насадке уже резинок вот и эту я тоже уже меня я с собой как уже опытный юзер лодок пвх вожу с собой кучу этих вас разных насадок и кучу всяких разных по толщине резинок именно для того чтобы подбирать для разного типа водок я быстренько все подобрал опять встаю на насос весом не продавливаю ну думаю там есть такая пин пачка внутри может быть на камеру не видно она надавливает на клапан тем самым его приоткрывая и облегчает наш именно как бы сказать пуск ну скажем так давление уменьшать давление на приложенное на насос весом до своей ноги и силой мышц вот я начал смотреть поменял эту штуку потом взял вообще вот у нас другого конца подул пусть я убедился что вот этот штуцер сам по себе да он надавливать на клапан и у меня действительно все происходит правильно тем самым все равно насос не продавливает вот ну почему возвращаемся теперь использованию отверстия высокого давления до камеры я перекручиваю как умный человек давлю а воздух не выходит чё за ерунда почему не выходит воздуха тут я посмотрел и увидел ее мою клапан то ставлю с другой стороны стоит клапан стоит на запирание если мы здесь на выходе видим вот его раз он поднимается видите этот клапан стоит на выход а этот наоборот стоит на запирание не удержание воздуха то есть отверстие высокого давления на данном типе насосов не работает хотя видите насос новый два сезона со мной прокатался вот он даже чуть-чуть испачкан и все но чему я это говорю чтобы кто если будет подобную игрушку покупать подобный насос да выглядит он очень качественно качественный у него шланг качественное изготовление но вот с камерой скажем так под высокое давление да с выходом вы чуть-чуть не угадаете потому что она на этом типе насосов просто какое-то бутафорное вот не рабочие потом я взял насос другой лодки да не такой мощный не такой качественный и он просто начал прокачивать легко то есть я давлю спокойно ногой безо всякого усилия и я смог накачать баллон до нужного давления то есть вот еще минус этого насоса что он даже хотя вот когда ее баллон качается примерно 0 250 бар да то есть это намного ниже заявленного от 0 350 бар аж на целую грубо говоря одну десятую до единицы вот то есть этот насос даже не справляется со штатным давлением накачивания вода хотя 200 0 250 бар это считается нормально и примерно плюс-минус у всех лодок он в основные баллоны так качается зависимости от производителя вот он даже не накачивать свое стандартное что он должен потому что уже встаешь всем весом вот при том что я убедился что клапан поддавливает да по нормальному что облегчает пуск до давления ноги на рабочую поверхность данного изделия вот и решил воспользоваться камерой высокого давления она не работает так вот чему я снимаю это видео чтобы были вы повнимательнее понимали что вы покупаете вот именно смотрели на давление насосов даже при накачке штатного обычного баллона да не говоря уже про дно низкого давления или про дно высокого давления даже лодки с дном низкого давления это качается примерно в среднем до 0 целых 350 бар это уже предел этого насоса но если у меня еще подозрение сейчас этот насос буду разбирать вот все насосы подобные разбираются вот я разберу и посмотрю есть у меня еще в душе подозрение так как они путают даже надписи input и output да вот что они может быть даже перепутали этот клапан может быть его надо переставить наверх и если там еще камера давайте посмотрим подразобрал я насос надо действительно отметить что очень хорошее качество видите здесь специально вклеена вот такая вот фигурная резинка потом она вставляется в такой фигурный паз потому что раньше у первых насосов когда появились первые лодки пвх сама вот эта ткань просто прикладывала сюда его хомутиком стальным просто все утягивалась вот и постоянно она сползала это было на клею конечно где-то клей отходил потом это подходилось приклеивать утягивать то здесь вот стоит вот такая штука прикольная у марта но она тоже приклеен вот и грубо говоря прикидок прикладываться вот если мы посмотрим теперь вовнутрь то мы увидим вот действительно вот этот клапан вот это отверстие под использование высокого давления никакой дополнительной камеры здесь нету если мы сейчас перевернем вот это вот мембрану то он просто будет у нас не качать да то есть будет просто выходить отсюда воздух безо всякого высокого давления вот ну вот банда короче вот китайцы есть китайцы как мы видим понты дороже денег вот вводят заблуждение обманывают нашего русского покупателя не только русского любого кто хочет это все купить вот отсюда можно сделать вывод покупайте китайские лодочные моторы покупайте китайские машины все будет у вас здорово ну все кому понравилось ставим палец вверх подписывайтесь на мой канал до свидания до новых встреч